Насколько реально поиграть в машине в приставку или посмотреть что-то по телевизору, какой-то фильм или ТВ-передачу? В этом видео покажу вот такую коробку, которая имеет HDMI на борту и которая позволит и играть, и смотреть ТВ, используя различные ТВ-стики. Буду рад, если поддержите видео пальцем вверх, а также подпишитесь на канал. Комплект поставки очень простой. У вас само устройство с HDMI-разъемом и обычным USB для подключения к вашему автомобилю. Если в вашей машине не обычный USB, а например USB Type-C, то у вас есть переходник, который вы можете использовать и подключиться по сути к любому разъему, который сейчас используется во всех автомобилях. То есть очень круто, что производитель об этом подумал. Вам просто нужно купить это устройство и соответственно вы можете его использовать сразу же. Это мы сейчас и попробуем сделать. Например, если у вас есть какой-то ТВ-стик или ТВ-бокс, вы его можете взять, подключить к этому HDMI-адаптеру, и после этого на магнитоле вашего авто на экране появится интерфейс этого ТВ-стика или ТВ-приставки, и вы спокойно сможете смотреть фильмы, сериалы и любой контент, который, собственно говоря, поддерживается этим стиком. При этом используется мощность самой приставки или самого ТВ-стика, и по сути идет просто трансляция через HDMI того контента, который есть в том или ином устройстве. Можно пойти еще дальше. Если у вас есть Сонька или X-ящик, вы их спокойно можете взять, подключить к какому-то источнику питания, например, это может быть или в машине, или что-то стороннее, и потом через HDMI подключаемся к магнитоле, и можем играть в игры спокойно на магнитоле вашего авто. Опять же, используются мощности приставки, и трансляция идет просто через HDMI-адаптер на магнитолу вашего автомобиля. При том, вы можете спокойно и свитч взять и поиграть, используя, соответственно, уже два джойстика и, опять же, магнитолу вашего авто. То есть тут вы ничем не ограничены. Нужно только питание для HDMI-устройства, и самый HDMI-кабель, чтобы поддерживался тем устройством, которое вы хотите подключить. В общем, если вам нужен был подобный аксессуар, ссылку на него я оставлю в описании к видео. Он стоит абсолютно недорого в сравнении с аналогами, так что можно себе приобрести что-то подобное, если подобный функционал вам был необходим. На этом все. Буду очень рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока!